Жители улицы Льва Толстого продолжают бороться с подтоплением своих домов. Второй год их огороды и подвалы заливают водой. В то же время городские власти признают, что все предпринятые ранние меры оказались недостаточны. В ситуации разбиралась Татьяна Мельникова. Улица Льва Толстого рискует превратиться в маленькую Венецию. Подтопление домов продолжается уже два года. Затапливает в основном дома лишь по одной стороне улицы. Жителей дома номер 21 эта проблема коснулась сравнительно недавно. А вот соседние дома, расположенные ниже, сражаются с потопом уже не первый год. Мы сами пытались, днем и ночью выкачиваем насосом. И вон эти трубы уже перфоратором дробили, чтобы вода проходила. А ночью замерзает и все копит опять по новой. В общем, уже слез море, давление с работы, отпрашиваются, чтобы качать. К городским властям и в различные инстанции жители подтопляемых домов обращались неоднократно. Два года подряд ходим, везде жалуемся, везде ходим. Городсполком пришли, нас послали в шахтопроходку. Шахтопроходка нас послала в водоканал. Водоканал нам сказал, это не наше дело, идите в шахтопроходку, это их работа. Это они спустили неправильно воду, неправильно сконструировал, кто там у них проектировщик. Неправильно трубы сконструировал. Основная версия источника подтопления, выдвинутая предприятием водоканал на комиссии в прошлом году, родники, которые должны находиться в этом районе, обозначены на старых планах. Но у самих жителей своя версия. Никаких там родников нет. Нету их родники. Родники бы давным-давно нас топили. Не один бы год уже пятилетку бы топило. А как они сделали новый водовод с шахтопроходки, у нас и началось. И спускает воду именно ночью, когда люди спят, они в тихушку спускают воду. Вот это я сама лично убедилась сегодня ночью. Ручьем вода потекла в дом. Ручьем. В отделе ЖКХ городской администрации нам сообщили, что улица относится к муниципальной собственности. Вопрос с подтоплением домов находится на контроле главы городского округа. Попытки выяснить причины подтопления улиц уже предпринимались. Там есть и природный источник, и жители сами говорили, что там была возможность, предположение, что там какой-то техногенный фактор. Как раз в тот промежуток времени комбинат проложил водовод по Володарского. Через Володарского прошел он и как раз в той территории, где вышла вода наружу на почву. И все эти мероприятия в комиссии были учтены. Пробы, взятые из затопляемой территории, показали, что на поверхность выходят грунтовые воды. Тем не менее, окончательного ответа на вопрос, почему вода наступает, по-прежнему никто это не может. В отделе коммунального хозяйства городской администрации нам сообщили, что работа в этом направлении ведется. Но признали, что предпринятые меры недостаточно эффективны. Все мероприятия, которые там проводились, комиссии не такие эффективные, как могли бы, как хотели бы жители увидеть. Там комбинат вырыл, скажем так, яму, которая накопителем является. И сейчас, на данный момент, эту яму откачивают байлерами и вывозят воду, сливают в другом месте, чтобы уменьшить подтопление граждан, скажем, в этом районе. Но те мероприятия, которые проводят, они не решают проблему. Для решения проблемы в первую очередь необходима гидрогеологическая разведка территории. Денег на это в бюджете не предусмотрено. Поэтому вопрос с тонущими домами планируют вынести на комиссию по чрезвычайным ситуациям. Тогда будет возможность выделить средства на решение проблемы жителей больничного городка из резервного фонда главы города. Татьяна Мельникова, Сергей Шелковкин, Новости АТВ.